Апатиты посетила выездная бригада Мурманской областной станции переливания крови. Ее сотрудники совершают поездки по городам и берут кровь у доноров-добровольцев, чтобы передать ее в лечебные учреждения региона. 3 марта мурманские медики устроили день донора в Апатитской поликлинике. За процессом наблюдали Ирина Кузьмина и Владимир Ильницкий. Выездная бригада Мурманской областной станции переливания крови прибыла в Апатиты в составе 11 человек. Это врачи, операционные, сестры-санитарки, регистраторы и лаборанты. Медики привезли с собой оборудование, электронные весы, нужные аппараты, одноразовые емкости, инструменты для забора крови и даже донорские кресла. Такой бригадой мурманчане приезжают в Апатиты раз в два месяца, начиная с 2013 года, когда закрылось Апатитское отделение. В целом это 5-6 поездок в год, даже во время возможных эпидемий. В период вот этой прошлой эпидемии, которая недавно закончилась, мы также продолжали выезды свои, также проводили заготовку крови. Несмотря на все эпидемии, все равно продолжаются и сохраняются и несчастные случаи, и операции плановые, и экстренные, и компоненты крови необходимы постоянно, поэтому, конечно, мы не можем прерывать свою работу на время эпидемии. Врачи бригады называют Апатиты одним из самых активных городов области по сдаче крови. Забор крови проходит в этом кабинете. Прием доноров в выездных условиях осуществляется строго по предварительной записи. В Апатитах уже успели записаться 90 человек. Это дееспособные граждане, достигшие 18 лет, не страдающие хроническими и тяжелыми заболеваниями. Перед тем, как попасть в донорское кресло, добровольцам оформляют карточку, меряют давление, определяют группу крови и гемоглобин. Если гемоглобин в норме, человек отправляется на последний этап перед сдачей крови. Чаепитие с печеньем. Иван Кошелюк изучил эту процедуру от и до. Кровь он сдает три года подряд. Она же постоянно необходима. Где-то какие-то аварии, это все постоянно. У нас же рубрика как идет. Это каждый день какие-то случаи несчастные. Поэтому надо, чтобы это самое побольше. Особенно молодежь. Молодежь также активно участвовала в дне донора. В армии сдавал пару раз. Здесь сдаю. У меня самая редкая группа крови. Я сдаю четвертый адресатель. Сдавать кровь не только благородно, но и выгодно, считают доноры. Звание почетного донора России влечет немало социальных благ. От внеочередного приема в медучреждениях до денежных выплат и привилегий на работе. Вы знаете, что к отпуску дни прибавляются. Вот и ходим. Ну, чтобы к отпуску дни прибавляются же, когда сдаешь кровь. Чтобы быть донором, нужно следить за своим здоровьем. В определенное время даже соблюдать диету. Если, допустим, жирную пищу употребляешь перед этим, или что там, это уже кровь плохая. Значит, надо придерживаться какой-то этой самой диеты. Питаться нормально. У нас питание, сами знаете, сейчас как. То колбаса плохая, то еще что-нибудь плохое. То вымачивает там неизвестно в чем это. Кровь у пациентов приняли быстро, за три часа. Взятые материалы будут переданы в лечебные учреждения Мурманской области.